Старт у речного вокзала. Тут же рассказ о набережной, где больше сотни лет назад не отдыхали. Здесь делали бизнес. Продавали, покупали. Начинающие предприниматели века нынешнего окунаются в историю самарской торговли. Самара, в общем-то, далеко не сейчас стала центром предпринимательского дела, но еще и в 19 веке она была очень привлекательна для капиталов, для иностранных капиталов. В поход по Старой Самаре отправляются выпускники и будущие слушатели образовательного проекта «Ты предприниматель». Вместо экономики на этот раз их погружают в историю. Вверх по улице Венцика, по домам знаменитых купцов. Оживляются будущие акулы бизнеса на подходе к дому Сорожникова. Процветанию бизнеса владельца магазинов и первого в Самаре такси способствовала грамотная реклама. Он создает и финансирует кадетскую газету «Голос Самары» и впоследствии именно там он выкладывает все свои объявления. Вспоминают и Самару деревянную, которая горела, но как феникс, возрождалась из пепла, буквально на глазах. Люди, которые занимались продажей строительных материалов, они обогащались за один сезон, они могли стать самыми настоящими королями. И одним из таких королей был Григорий Новокрещенов. Дом Новокрещеного – одна из первых каменных построек в Самаре и сегодня в отличной форме. А вот соседний, капитанский дом или дом с якорем, как утверждают экскурсоводы, потерял свою мачту. Она возвышалась над ним полтора века назад. Окажись, экскурсанты на этом месте веке в 19-м мимо бы не прошли. В арку их заманил запах свежей только что пойманной рыбы. Дом этот принадлежал рыбному магнату-купцу Мясникову, а прямо во дворе и был рыбный рынок. Видимо, для купца деньги действительно не пахли. Не просто экскурсия, квест. Молодым предпринимателям предлагают ответить на вопросы викторины, проверяют не только внимательность и знания истории, но и основ бизнес-планирования. Как говорят организаторы, это еще один способ добавить в жизнь молодых людей, которые часами сидят за компьютером, реального общения. Мы решили сделать это общение немного насыщеннее, немного интересным, живое общение за рамках образования. Провели такую ассоциацию, что предприниматели 21 века окунутся в предпринимательскую Самару прошлых веков. Рассказали и секреты названий самарских улиц. Так на лесной деревьев не росло. Там разгружали лес, который приходил по Волге. Участники квеста сошлись во мнении, Самара – город удивительный, где невзрачный с виду домик может стать пособием, как стать успешным в бизнесе. Марина Кравцова, Константин Головин. События.